МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости губернии в студии Георгий Фёдоров. Коротко о главных темах. Отсутствие очередей, своевременная помощь и экономия времени. Удобство программы «Бережливая поликлиника» на себе испытало детское отделение Самарской поликлиники номер один, где ещё проект будет реализован в этом году. Цифровые технологии в сфере культуры, аудиокуб, внушительная тач-панель, множество экранов. Всем этим оснащён музей Ильдара Рязанова. Могут ли перенять новаторский опыт другие учреждения региона? Передавать за проезд больше не надо. На одном из троллейбусных маршрутов Самары появится бескондукторная система. Что произойдёт, если эксперимент увенчается успехом? Сегодня молодые семьи не торопятся обзаводиться детьми. И зачастую это связано с отсутствием комфортных жилищных условий. На какую поддержку могут рассчитывать жители региона в решении квартирного вопроса? И как её получить, расскажет Мария Акимова. Вот у нас буковка А. Бери свою буковку А. Складывай сюда. Трёхгодовалый Владик старательно собирает своё имя на доске. С заданием справляется на отлично. Можно и отдохнуть. Игрушек у него много. Супергерои, мягкие звери, забавный автомобиль. В просторной трёхкомнатной квартире места хватит для всех. А ещё недавно вместе со старшей сестрой и родителями приходилось ютиться в однушке. Молодая семья до сих пор не может поверить своему счастью. Расширить жилплощадь удалось благодаря целевой ведомственной программе. Собрали необходимые документы, дождались очереди и получили соцвыплату на приобретение квартиры. Более 860 тысяч рублей – отличное подспорье для семейного бюджета. Очень обрадовались, конечно, потому что там побегать негде было в однокомнатной квартире. На гироскутере каталась у нас первое время здесь. Сын до сих пор катается на самокате, ему очень нравится. Конечно, это огромный плюс, то, что государство выделяет такое финансирование, субсидирование, помогает молодым семьям. А вот семья Волковых пока новоселье не справляла. Молодые родители вместе с тремя детьми живут в двухкомнатной квартире. Признаются, совсем недавно число квадратных метров их устраивало, но с появлением младшенькой Вики стало тесно. Так как многодетные имеют первоочередное право на ополучение соцвыплаты, ждали около года. И вот заветный сертификат на сумму свыше 1 миллиона рублей на руках, а значит, переезд не за горами. Кредитные обязательства достаточно высоки, и нужно рассчитывать на то, что ипотека будет платиться не менее чем 10 или 15 лет. Благодаря серьезной поддержке и данному сертификату, я думаю, что срок минимум можно сократить на 5 или 10 лет, потому что все-таки сумма достаточно существенная. Отсутствие комфортных жилищных условий – один из тех факторов, почему молодые семьи не торопятся обзаводиться детьми. А в регионе демографическая ситуация так непростая. Самарская область относится к группе субъектов страны со стареющим населением. Сказывается и демографическая яма 90-х. Проблему депопуляции населения должна решить реализация нацпроекта «Демография», подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании. Нередко расширение семьи тормозится нерешенными жилищным вопросом. Здесь нам тоже надо максимально сконцентрировать усилия. В 2019 году планируется предоставить социальные выплаты на улучшение жилищных условий 626 молодым семьям. Для того, чтобы получить такую поддержку, молодая семья должна соответствовать нескольким условиям. Первое – возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Молодая семья имеет право на получение свидетельства, которое состоит из двух человек – это муж и жена. Также неполная семья, например, мама с ребенком. Кроме этого, они должны подтвердить то, что они смогут оплачивать остальную часть стоимости квартиры, потому что размер социальной выплаты составляет от 30 до 35 процентов от расчетной стоимости жилья. Всего же, начиная с 2014 года, социальные выплаты на приобретение жилья уже получили 5,5 тысяч молодых семей региона. Мария Акимова, Александр Дудко, Новости губернии. В 2018 году порядка 80% жителей Самарской области получали госуслуги в электронном виде. Согласно исследованиям Росстата, регион выполнил майский указ президента 2012 года по вовлечению граждан в использование сервисов госуслуг. По этому показателю Самарская область попала в десятку наиболее динамично развивающихся субъектов. Чаще всего жители через интернет записывались к врачу, платили в бюджет и решали вопросы по линии МВД. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» с 2021 по 2024 годы систему электронных госуслуг модернизируют. Планируется, что у каждого человека вместо личного кабинета появится собственный защищенный цифровой профиль, где будет храниться вся важная информация и основные документы. С разрешения владельца с аккаунтом будут взаимодействовать как государственные, так и коммерческие структуры. Это позволит ускорить документооборот и получение необходимых услуг. Из цифрового профиля вырастает новый сервис, так называемый 25 суперуслуг, о которых заявлено в этом году. Мы говорим о том, что переходим к взаимодействию с жителями, с гражданами по принципу жизненных ситуаций. Такой жизненной ситуацией может стать рождение ребенка. Тогда в цифровой профиль автоматически поступит предложение от одного из сервисов. К примеру, оформить документы по прописке малыша. Фактически система сама сможет предлагать гражданам все необходимые услуги. Они будут оказываться в электронном виде, в нем же и хранятся все документы. Как заявил в своем послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, по итогам реализации нацпроекта «Цифровая экономика» социально значимые госуслуги в электронном виде должны предоставляться массово и проактивно. Запись в детский сад, оформление льгот и пособий – все это будет происходить без дополнительных заявлений, лишних бумаг и походов по инстанциям. На сегодняшний день в регионе сформированы базовые ресурсы для дальнейшего развития данной сферы. Комфортное обслуживание, отсутствие очередей и качественная медпомощь. Удобство программы «Бережливая поликлиника» на себе испытало детское отделение Самарской поликлиники номер один. В проекте учреждение участвует с июня прошлого года. Какие еще изменения внедрены и где проект будет реализован в этом году, расскажет Владимир Маркин. Полугодовалый Дима на плановом осмотре. Мама привела его к врачам в детское отделение Самарской городской поликлиники номер один. Необходимых специалистов малыш проходит быстро, без ожиданий и задержек. Качеством медицинских услуг мы очень довольны. Насчет очередей тоже все стало лучше. Приходим точно ко времени, врач принимает всегда в срок. В очередях долго не сидим. Пришли вовремя, вовремя ушли. Комфорт в обслуживании, качество медицинских услуг на уровне. В поликлинике значительно сократилось время приема у врача и пребывания в регистратуре. Оно занимает не более 3-4 минут. Ожидание на ультразвуковое исследование маленьких пациентов с 8 месяцев уменьшилось до 2 недель. В здании оборудовали место для детских колясок. Столь важные улучшения в учреждении появились благодаря проекту «Бережливая поликлиника». В проекте «Бережливая поликлиника» мы участвуем с июня 2018 года. Проект направлен в первую очередь на улучшение удовлетворенности населения к качеству медицинской помощи. В корне изменена навигация. То есть сейчас пациент, заходя в поликлинику, он достаточно быстро и четко понимает, как ему попасть в кабинет врача. Также в рамках программы развития детства медучреждение получило три новых аппарата УЗИ. Изменений в лучшую сторону ждет и детское отделение поликлиники номер 15, которое обслуживает порядка 15 тысяч маленьких пациентов. Здесь также планируют внедрить электронную очередь и сделать зону отдыха для матери и малыша. «Мы сейчас немножечко пересматриваем занятость наших кабинетов. У нас же есть еще одно помещение на 84А. У нас там находится отделение восстановительного лечения и центр здоровья детский. Мы планируем туда вывести полностью осмотр детей до года». Повышение качества обслуживания населения – одна из главных задач в рамках реализации нацпроекта здравоохранения. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в этом году основной акцент будет сделан на улучшение медицинской помощи. «В предыдущий период в регионе очень медленно внедрялся проект «Бережливая поликлиника». А ведь это поликлиника, которая бережет нервы, время, здоровье пациента. Пока таких поликлиник у нас всего 13 на всю область. И то далеко не полностью они соответствуют этому понятию. По итогам 2019 года их должно стать не менее 20, а к концу 2020 года уже 52 поликлиники». Губернатор отметил, необходимо строить и обновлять фельдшерско-акушерские пункты на селе. По плану в этом году должны построить 14 ФАПов. Владимир Маркин, Алексей Вельмискин. Новости губернии. «Транспортная, социальная или банковская карта – неважно. Теперь оплачивать проезд самарцы смогут самостоятельно. Пока, правда, только в троллейбусах шестого маршрута. Специальное оборудование установлено в 15 машинах. Как будет работать новая система, увидели мои коллеги». Финальные штрихи в установке оборудования и последний из 15 троллейбусов шестого маршрута оказывается оснащен турникетами и валидаторами. Все это нужно для бескондукторной системы оплаты проезда. «Данная система увеличит выручку нашего предприятия, потому что по образу и по опыту коллег, например, города Москва, установка такой турникетной системы дала выручку предприятия на всех этих маршрутах ориентировочно на от 30 до 40%. Поэтому мы хотим этот опыт перенять». Новое оборудование полностью синхронизировано с действующей системой. Так что после установки оплатить проезд можно любой картой – транспортной, социальной и банковской. Но департамент транспорта уверяет, приобрести билет можно и наличным расчетом личного водителя. В тестовом режиме троллейбусы с бескондукторной системой начнут курсировать 6 апреля. В первое время в качестве помощников на рейсах будут работать и кондукторы. «Попробуем, посмотрим, конечно. Главное – поесть, посмотреть, как все-таки будет. Потому что все привыкли уже, конечно же, с кондукторами». «По результатам будем делать выводы. Возможно, что-то корректировать в плане механизмов посадки, высадки пассажиров. Надеемся, повторяю, что эксперимент будет удачным и найдет свое продолжение в других троллейбусных, в трамвайных маршрутах и, возможно, автобусах». Эксперимент по испытанию новой системы продлится месяц. Кондукторов 6-го троллейбусного маршрута, а это 30 человек, переведут на другие. С высоким пассажиропотоком и нехваткой сотрудников. В перспективе их могут перевести в контролеры. Самара ориентируется на столичный опыт. В любом случае без работы никто не останется. В троллейбусно-трамвайном управлении готовы предложить и другие должности из штатного расписания предприятия. Дарья Зотова, Владислав Жирнов, Сергей Павлов. Новости губернии. К 2024 году хотя бы одна газозаправочная станция должна появиться в каждом муниципальном районе Самарской области, а в городских округах как минимум две. Сегодня в Тольятти на базе «Автоваза» состоялось расширенное совещание, на котором обсудили перспективы отрасли. Его провел Виктор Зубков, спецпредставитель президента, по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа. Напомню, Владимир Путин поставил задачу увеличить использование голубого топлива. Оно и экологичнее, и дешевле. На сегодняшний день в Самаре газом заправляют более 40% общественного транспорта, в Сызрине – 52%. Пока в области действует всего 7 заправок. Через два года ожидается уже 10, через 5 лет – 53. Федеральное правительство дает новые меры господдержки, сегодня действует уже постановление, которое позволяет покрыть до 50% расходов инвесторов на строительство газозаправочных комплексов за счет средств федерального бюджета. Я думаю, что региональный бюджет к этому присоединится, может быть, мы создадим еще более льготные условия. Уже сегодня мы ведем переговоры с рядом компаний. Также сегодня состоялась презентация «Лады Ларгус Си-Эн-Жи». Модель с двухтопливной модификацией стала уже второй в линейке «Автоваза». Было подписано и соглашение о намерениях между Минпромторгом области, Поволжским автоцентром «КамАЗ» и группой компаний «Альтернативные топливные системы-сервис». В нем идет речь о переоборудовании автомобилей и других транспортных средств на использование природного газа. Какой ожидается от этого эффект и какие меры поддержки предусмотрены уже сейчас, мы расскажем в наших следующих выпусках. А теперь коротко о других новостях, которые наша редакция просто не могла оставить без внимания в нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». Самарским студентам увеличили количество льготных поездок на пригородном и междугороднем автомобильном транспорте. Ранее учащимся в ВУЗу возмещали половину стоимости четырех таких поездок, теперь восьми. Соответствующий документ размещен на сайте регионального правительства. Чтобы получить компенсацию, студент должен предоставить билеты. В Самаре ограничит движение большегрузов. До 30 апреля будет запрещено движение грузовиков, у которых осевая нагрузка более 7 тонн. Проезд ограничит по улицам Теневой, Восточной, Четвертому кварталу, в поселке Береза, по улицам Магистральный, Гаражный, проспекту Кирова, Южному шоссе, Уральской, Белорусской, автодороги в поселке Козелки, по Новокуйбышевскому, Аэропортовскому, Страмиловскому шоссе и дороге от поселка Стройкерамика. Остановка судов на воздушной подушке переносится на ленинградский спуск у Волги. Такое решение принято, чтобы повысить безопасность перевозок. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие. При этом, скорее всего, до конца недели Волга очистится ото льда, и на маршрут Самары-Рождествено выйдут пассажирские теплоходы. Более тысячи посетителей ежемесячно. Музей Ильдара Рязанова сегодня одна из самых популярных культурных площадок в Самаре. А все потому, что учреждение НАТЫ с современными технологиями. Успешный опыт можно транслировать на весь регион, уверены представители Общественной палаты Самарской области. Для них провели экскурсию по экспозиции. С передовыми идеями познакомилась и Мария Акимова. В центре этой экспозиции музея Ильдара Рязанова необычная карта Куйбышева. Подключив наушники к аудиокубу, посетители могут услышать воспоминания жителей запасной столицы, связанные со знаковыми для них местами города. Есть и привязка музейных экспонатов. То есть куб мы используем еще и как витрину. Здесь предметы, вы видите, они закрыты стеклом, для них нет никакой опасности. Представители Общественной палаты знакомятся с современной начинкой учреждения. В музее создается атмосфера присутствия режиссера при помощи мультимедиа и различных интерактивных элементов. Например, приложив трубку к уху, можно услышать стихи Рязанова в его же исполнении. Чуть ли не в каждом помещении установлены вот такие экраны. Есть и внушительная тач-панель, благодаря которой посетитель может узнать исчерпывающую информацию о жизни Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Музей, посвященный творчеству легендарного режиссера, образец того, каким должно быть современное и технологичное учреждение культуры. Такой подход позволил площадке стать одной из самых популярных в Самаре. Ежемесячно музей посещают более тысячи человек. Сделаны первые шаги по привлечению в музей посетителей школьного возраста. У нас специально разработано тематическое занятие по экспозиции. Работает аудиогид для англоговорящих посетителей. Сейчас у нас в разработке аудиогид на русском языке. И перед нашим музеем, конечно, стоит еще большая задача. Это оцифровка музейных предметов, экспонатов, которые находятся у нас сейчас в фондах. После экскурсии идет экспертное обсуждение успешного музейного опыта. Акцент на внедрении цифровых технологий. Это поможет привлечь в учреждение больше посетителей, как реальных, так и виртуальных. Это один из основных показателей реализации нацпроекта «Культура». В одной локальной зоне, на примере одной наличности Эльдара Рязанова, мы можем реализовать проект 21 века и самый главный проект, который мы можем транслировать на территорию муниципальных образований. Эти идеи могут стать частью нацпроекта «Цифровая экономика». Самый главный тезис, озвученный губернатором в своем послании, это улучшение качества жизни каждого жителя губернии. Здесь мы видим и вопросы, которые связаны с созданием специальных сервисов, которые могли бы позволить как гражданам, так и гостям нашей губернии поднимать свой культурный уровень. И в этой связи, наверное, учреждения культуры должны почувствовать на себе, насколько будет проще развивать свою деятельность, имея в бэкграунде специализированные программно-аппаратные решения. Что касается музея Эльдара Рязанова, дальше больше. Откроют второй и третий этажи. Там появится экспозиция, посвященная творчеству режиссера. Будут проводить кинопоказы и лекции. Мария Акимова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. В Самаре продолжается проект открытой художественной выставки «Теплые чувства». В ее рамках в областном центре размещены 26 работ современного художника из Санкт-Петербурга Андрея Попова. Увидеть новые полотна можно на городских рекламных конструкциях, на площади Революции, в районе улиц Полевой, Новосадовой и около областной библиотеки. Нам показалось, что самарчане заслуживают некую только теплых чувств, особенно в переходные, в межсезонные периоды. И вторым фактором было то, что Андрей в каждой своей картине, помимо изрядной доли иронии, все-таки вкладывает достаточно интересный смысл, о котором порой мы забываем в каких-то будничных проживаниях. И это тоже интересно напомнить. Выставка продлится до 30 апреля. Далее проект будут развивать, а новые работы разместят уже на уличных билбордах. Доступность объектов инфраструктуры, возможность трудоустроиться, а также участвовать в культурной, творческой и спортивной жизни. О ходе реализации проекта в партии «Единая Россия» сегодня шла речь на заседании Общественного совета регионального отделения. На сегодняшний день в Самарской области реализуется 20 партийных проектов. Одним из приоритетных является «Единая страна. Доступная среда», который направлен на вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь страны. Реализация проекта позволяет формировать условия доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью, уделять внимание вопросам их занятости, информировать общество о достижениях и их вкладе в социально-экономическое развитие общества. По словам лидеров регионального отделения партии, проект уже помог достичь положительных результатов. Ряд социальных объектов уже приведен в соответствие с требованиями ИСАНПИН и в соответствии с требованиями конвенции. И сегодня мы будем говорить о тех объектах, которые мы должны привести в соответствие. По примеру, например, регионального парламента на общественной комиссии мы смотрели, есть и объекты, например, ДК железнодорожника, именно Пушкина, он полностью не оборонен, тот же музей Алабина. Люди как люди. Семейный инклюзивный фестиваль с таким названием в этот вторник прошел в Самаре. 2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме. По некоторым данным, сегодня различные расстройства аутистического спектра встречаются у каждого 59-го ребенка в мире, и чаще всего у мальчиков, поэтому именно синий цвет символизирует тему аутизма. А тех, кто просто видит мир в других тонах – материал Алены Власовой. Представьте, как вы идете вдоль по улице. А вот как подобную проколку может увидеть аутичный мозг. Страшно, да? Не болезнь, а особенности развития и другое восприятие мира. О том, чем отличается ребенок с аутизмом от сверстников с привычным поведением простым языком в виде мультика показывают участникам семейного инклюзивного фестиваля «Люди как люди». Дети с расстройством аутистического спектра сильно отличаются даже друг от друга. Они могут бояться прикосновений или находиться в обществе. Сильнее или, наоборот, слабее реагировать на свет, звуки и запахи. У них свои способы успокоиться и справиться с раздражителями. Они хотят общаться и дружить. Просто не всегда знают, как это делать. Но при поддержке могут поделиться своим видением мира. И уж точно удивляют талантами и особенностями даже собственных родителей. Возможно, своей непосредственностью. И то, что он людей чувствует, видит и понимает. Он может предугадывать какие-то события, но он не выскажет это развернутой речью, как мы, но какими-то обрывочными словами ему можем по нему сориентироваться. Хотелось бы попросить и обратиться к нашему обществу, быть более толерантными, чтобы воспринимали наших детей, как таких же людей. Самара присоединилась к более чем сотне городов России, где во Всемирный день распространения информации об аутизме проходит инклюзивный фестиваль «Люди как люди». Это не только возможность рассказать о детях в спектре, но и создать единое пространство для общения и творчества. Среди участников дети с самыми разными особенностями физического и ментального развития. Фестиваль – это еще и шанс еще раз заявить о проблемах. Мало специалистов, работающих с аутистами, неразвитая ранняя помощь и диагностика для малышей до двух лет, трудности с социализацией и обучением в обычных образовательных учреждениях – это лишь некоторые вопросы, которые поднимают родители детей с аутизмом. Мы понимаем точно, что нашим детям есть место в этом обществе, и общество уже неравнодушно к нашим проблемам. Не важно, как ты выглядишь, не важно, в чем ты одета, не важно, по какого цвета твои волосы или твое поведение. Мы все равны. В этом мы направлении тоже работаем. Со школами тоже есть сложности. Конечно, мечта всех родителей – это ресурсный класс. И когда в обычной школе твой ребенок с особенностями может быть в нормальном, так скажем, обществе. Мы очень рады, что вот такой значимый, добрый, хороший проект сегодня на площадке Мультимедийного парка России «Моя история». Наша жизнь – это в основном суета, если можно так сказать. Мы с вами бежим, бежим, бежим. А вот благодаря таким мероприятиям мы можем все-таки остановиться, оглядеться вокруг, отдышаться и увидеть, и протянуть руку помощи. Алена Власова, Роман Апарин, Новости губернии. А у меня на этом все. Больше новостей на нашем сайте и губерния.тв.ру. Увидимся.